Ребята, если вы смотрите этот влог, скорее всего, ну 100% я уже вышла замуж, не введаю, поняли? Ой, блин, да, надо привыкать. Сегодня у нас 8 июля, это послание в будущее. Сейчас мы едем вместе с Настей, она за рулем, с Кариной, она сзади. Итак, мы сейчас едем искать мне платье, это будет первая примерка свадебных платьев в моей жизни, я очень волнуюсь, потому что я ни разу не видела себя в свадебном платье. Я вообще не знаю, что мне идет, что мне нравится, что я хочу и вообще, как я буду выглядеть, это так волнительно, такая тупая, так клево быть невестой. В общем, да, если вы смотрите это видео, то, значит, свадьба уже прошла, и вы знаете, какое было у меня платье, даже я этого еще не знаю, вот что самое волнительное. Это будет интересная примерка. Да, это будет очень интересная примерка, у нас сегодня по плану 2 салона, вообще должно быть 3, и очень жаль, что я не могу выпустить этот влог тогда, когда я его снимаю, потому что хочется делиться такими вещами, но у меня четкая идея, что никто до моей свадьбы, до нашей свадьбы не увидит меня в свадебном платье, потому что я еще ни разу никогда не снималась в свадебных платьях, никто меня никогда в них не видел, я их никогда не мерила. То есть, я не знаю, как-то так вышло, что как будто бы вся жизнь вела меня к этому моменту, чтобы вам показать это только уже на свадьбе. И это прикольно, какая деньзюбинка, хоть какая-то традиция, ну короче, не знаю. Это уверенно? Че, просто я так думаю, что получается никто из нас не может снять на сторис? Вот именно, я тоже вообще не поняла, я в тиктоке уже придумала. В смысле, разумеется, никто из вас не может сегодня снимать сторис, где я в белом платье. Вы можете снимать платья, которые висят на вешалке, но не те, которые мы отобрали для того, чтобы я их померила. Надеюсь, вам объяснять важно не придется. Нет, я выставлю, просто замажу пикселями. Нет, нет. Все, короче, поехали домой. Она мне мстит, потому что как-то я выставила влог, где замазала ее платье пикселями. Которое я выбрала. Да. И она мне хочет за это отомстить, но суть заключается в том... Она меня не спросила, представляете? Я потом удалила. Да, но она меня заставила. Какой ты сделал. Да-да. Я сегодня в ударе, потому что я ждала этого очень долго. Причем самое интересное, что я даже не знаю, ждала ли я этого. Я просто хотела выйти замуж, и вот я выхожу замуж совсем скоро. И вот эти все хлопоты, наконец-таки, начинаются приятные. А не вот это вот заплатить. Еще какая-то фигня. Нам тоже придется платить. Ну, придется, но сейчас-то я хотя бы просто посмотрю. Ну, может, мне уже что-то понравится, я не знаю. Я надеюсь, если честно, искренне, что я сейчас сразу увижу, влюблюсь и пойму, что это то самое. Потому что мне бы не хотелось вот эти беготни туда-сюда, думать заново, приезжать в салон, еще что-то. Потому что времени не так уж и много, поэтому я надеюсь, что я увижу, влюблюсь. И дай бог, чтобы даже ничего подшивать не приходилось, чтобы вот настолько все идеально село. Скорее всего, придется. Это, кстати, дополнительные деньги. Хейтер. В этой машине есть люди, которые явно хотят испортить мое лучезарное настроение сегодня. Это не я. Я просто сквозь опыт могу сказать, что придется. Ладно, ладно. Знаешь, сколько стоила моя подшивка двух платьев? Расскажи. 40 тысяч. Ну, ладно. Ничего страшного. Деньги есть. Деньги есть. Все, мы едем. Уже, когда приедем, буду вам показывать, рассказывать, что за салон, что мне нравится и так далее. Очень волнительно, так что погнали. Итак, невеста, моя невеста. Если честно, мне с тобой так понравилось. Ты не волнуешься? Нет. Нет. Что волноваться, платьев полно, салонов полно. Что-то ты здесь не точно найдешь. Да. Кажется, я вам его выбрала. Да. Вот, дай палки себе на кафе. Я помню, как мы приходили сюда, когда тебе платье смотрели. Это, конечно, абсолютно другое чувство. Ну, да. Ну, в основном расшитый, правильно? Ну, вот я хочу и расшитый посмотреть варианты, и такие классические, типа без всего. А вы можете еще раз открыть, я буду прям поспешку. Господи. Первая примерка у вас? Да. Вообще в жизни. И никогда даже не меня с вами. Смотрите, у того слоеная юбка, то, что на входе, видите, она слоеная, но это однородная. То есть вот она похожа по верху, по расширке, но она однородная. Так. Ну, Мерри, у тебя полтора часа. Но вообще в целом не самый лучший вариант. Он такой, на тусовку. Ну, то есть в другом цвете. Юля выбрала где-то 10 платьев уже. И сейчас ей надо все примерить. Вот это мое. Вообще, может быть, будет лучше померить то, что уже вы выбрали, чтобы понимать вообще, что больше. Ну, да. У тебя на каждое платье минут по 10. Ого. Это мало. Да? Ну, да. Я не планирую титоки снимать. Очень зря. Видела мои просмотры. Я это видела. Нет, просто к тому, что если у тебя останется время, лучше выйти еще померить. Выйти выбрать новый, я имею в виду. Ну, что я сейчас буду мерить, и будет сразу понятно. Ну, да. Я не собираюсь долго по 3 часа типа. А так, если встать? Ну, короче, красивый салон. Здесь есть все. Платья, пижамки, белье, украшения, туфли. Сразу можно прийти, абсолютно весь пакет себе выбрать. И голова не болит, что где взять. Ты же в перчатках. Вот такие варианты я тоже люблю. Да, симпатично. Это как второе, может быть. Ну, оно какое-то золотое. Да, ну, тоже неплохо. Вот эти мне очень понравились. Вот это тоже клевое. В принципе, все. Ну, в принципе, их и взяли. Это то, что я тебе кидала. Вау! Это так странно. А тебе идут пышные платья? Да, ну, куда это по мою? На свадьбу. Шлейф можно зацепить, чтобы удобнее было идти. Либо можно кого-то попросить, чтобы вам не... Сейчас, в принципе, вам ладно хорошо. Сама справится. Слушай, мне нравится хороший вариант. Ну-ка, посмотри с прическами. Ты хочешь распущенный, что ли? Нет, я просто смотрю. Я что-то зря волосы накрутила. Но, честно, я думала, у меня будут другие эмоции. От свадебного платья. А так и просто в шикарном платье. Ой, ты моя не смешилась. Слушай, ну, возможно, та самая просто не нашла пока. Но мне это очень нравится. И смотри, оно... А, тебя нет... Ты на тумбе, да, стоишь? Хотела сказать, что подходит по росту. Что? А твое? Нет, ну, тумба... Ну, под это надо волосы собирать. У меня собирается какой-то присуток почти. Тумба собираю. Прямо низкий пучок, понимаешь? Лежит низкий. Ну да, надо, согласна. Надо собрать по-любому. Учкается очень много всего. И надо собрать будет. Понятно, что тебе нравится как-то с распущенными, но... Тем более, хвата сюда лучше сядет с пучком. Смотрите, какие детейлз. Ну да. Но тебе в нем будет тяжело, так же, как мне примерно. Оно, наверное, полегче. Да, хорошо включится открыто, но вот сюда на шею вообще ничего не надо. Это подарок. Уже некрасиво. Прикольно. Но руки по-любому надо ушивать, смотри. Если берешь его. На трещам мерить. Это Миланова, да, наверное? Это очень пышное для деревушки. Ну да, оно пышное. Для, типа, места, где мыфанировали, что-то начало. Слушай, это может кинуться в ремонию, если здорово так будут снимать. Это твой телефон? Да. Но меня еще дедушка будет везти, как бы вообще неупавлено. Нет, ты хочешь снимать? Ну-ка повертись. Не могу. Как я танцую? Такой вот длинный шлейф. Очень красиво. Ткань бомба. Ну, тоже неплохо. Ну, в этом намного комфортнее, конечно. Я понимаю, тебе комфортно, чтобы подмыхи открыты? Да, они у меня, в принципе, нормальные. Единственное, что я не люблю в таких платьях, которые любят именно лямки, потому что они гладь не теряют. Можно, знаете, что сделать? Вот, силиконовый полос. Сварь на шваке, это как лента, и она мягче на плечи ложится. Свинка вообще красивая. Да? Слушай, ну тоже хорошая. Я даже не знаю, как выбирать. Мне кажется, что выбирать? Я у всех хороша. А я могу с подиума спуститься? Да, конечно. Давайте я его уберу в сторону. Я тебя сфоткаю, чтобы мы запомнили все. Лот номер два. Тебе хорошо с собранными волосами. Мне очень тоже нравится. Прям вообще не нравится, как включится и открытый. Честно, мне не нравится рисунок. Но оно такое, знаешь, прям летнее мне нравится. Первые два тоже летние. Я сейчас поближе покажу рисунок просто. Цветы, как будто на тебе сад. Как я в саду видела. Все красиво здесь. Нет, просто рисунок в виде цветов. Немножко, хоть, да, колхоз. Но у тебя, конечно, на природе, возможно, это будет играть. Но лучше выбрать не колхозный рисунок. Я очень не люблю, когда будет сетка. Прям так много. Да, тут очень много сетки. Она сделана, хотя бы была вот так, и то. Да, она мне еще очень велико ладит. Велико это ладит, но то, что сетка здесь. Как будто тюль. Нет, сетка плохая. Так, если это то же самое, что было на предыдущем, у тебя вкус. Нет, это правда, да? Курина. Она лучшая, а подруге, я имею право. Да. Давайте, не могу ждать. Комфортнее мне. Это не достанка. Ну, хорошая. Капофия. Перец прикольный. Такой типа сказочный, да? Да. Как будто я так и должна идти к озеру, а сзади меня люди отходили. Я какая-то золушка. Ну, конечно, снизу вот цветочки. Блин, у нас с Кариной вкус один и тот же, я поняла. Я просто боюсь рот открывать и говорить что-то, но мне тоже немножко... Кружево, если что, отшивается, это можно убрать. Это все на шибное. То есть, если что, этот украина нужно убрать. Это было бы прекрасно, понимаете? Мне нравится очень верх, нравятся вот эти вот штуки. Да, мне тоже очень. Я прям чувствую себя вкупурусалкой, как будто бы поели за себя, что-то принятие сделать. Очень положительная фонда. Хорошо. Ну, вот эти цветочки опять тюль из сторожевой. Извините, если у меня была такая тюль, что я могу сделать? Все, что ты меряешь, такое пышное. Когда начнутся рыбки? Сейчас, подожди. Слушай, сзади висючки strange. Перевоз. Собрала. Strange. Как будто пакли грязные. Тебе как? Я вот что поняла. Вот эта история с рукавами. Не нравится. Это, во-первых, твое платье сразу у меня, как будто бы. Короче, как будто бы не должно быть рукавами. Я тебе сразу сказала после первого, что, типа, какие-то странные рукава, что я не вижу тебя в рукавах, тебе нужно какой-то лифт. И вот это. Ну да. Согласна. Типа, даже не то, что на твое корень платье похоже, а просто как будто я не вижу себя с рукавами. Ну да, потому что вот мне, например, без рукавов с подкрытыми подмышками, у меня они толстенькие. Я бы не рискнула. Но тебе хорошо, лучше тебе. Да, я просто так, знаешь, как будто у меня просто классная кофточка с рыбкой. Неааа. Слушай, ну, я считаю, что тебе первое платье должно быть пышное, а второе обязательно рыбка, потому что очень тебе хорошо. Я же хочу спину распрямить, но у меня здесь вот не получается. Но она, конечно, прозрачная. Но если надеть... Не обязательно рыбка, главное... Как это назвать? Сейчас. Не обязательно рыбка, главное облегающая. Хотя это и есть рыбка, да? Да, это очень хорошо, поэтому надо второе обязательно такое взять. Да. Либо третье. Не знаю, какое там будет. Да, два хватит. По своему опыту скажу. В трясовках не постоишь уже. Слушай, ну там... Ну да. Ну, гипотетически я могу идти на трясовках, как будто на каблока. Сзади, сзади, смотрите, как сзади. Блин, вообще бомба. Сью, да? Только мне не нравятся цветы все равно. А мне нравится? Ну нет, здесь, в принципе, позволительно. Просто надо поверить остальные рыбки. Мне кажется, там были лучше. Но в целом нормально. Просто я уверена, что есть рыбки лучше. Куда я себе просто стою? Ну, видно белье. Ну да. Как мое второе. Это как твое второе, плюс твое первое. Не, у меня... Первое? На втором у меня тоже плечи. А? Ну, это не мой вариант. Ну да, то предыдущая, конечно, получше ты в нем была. Это вообще не мое. А в первом были закрыты руки? В первом? В первом рыбке. Чего посмотрим? Нет. А, ну вот как раз, опять же. Потому что закрытые руки тебе не так. Реально, мне вообще настолько, как будто не мое, да? Я просто когда-то продеетка, так это просто заместительница твоя. Типа ты директор, а я твой зал. Блин, на самом деле тебе все равно хорошо, но реально тебе больше подошло предыдущее. А мне бы подошло вот это из-за рук, как минимум. Так клево, что даже не поругаешься, и мальчики в разный раз. Слава богу, идеальная дружба. Ну, это красиво, но... Оно очень красиво все равно. Ну, я в этом не чувствую себя. Да, ну снимай. Кажись. То, что оно такое прозрачное слева. Нет, это наоборот красиво тебе. А, тут? Нет, именно одна сторона более белая, а другая вот эта белая, а эта более прозрачная. И ты как русалка. Интересно, я найду свою руку. Мне очень нравится, на самом деле. Нравится? Хотя тебе шея закрывается. Хочется открыть твою шею, включить. Это красиво, но... Да нет, даже все равно, что понятно, что будут сравнивать, но просто если это красиво, и если бы это Юле прям понравилось... Нет, да, и сухой. Ну, согласна, да. Оно, конечно, очень красивое, но... Ну... Ну, нет, шея на самом деле тебе вот не идет. Я сейчас смотрю, у тебя акцент прям на шее, хотя он должен быть на твоей другой части. Да. Типа у тебя как лепешка. Оно должно быть как будто проще. Может, у меня тоже так было? Не знаю, но мне нравится на мне. Мне кажется, что платье должно быть проще. Я больше за второе или третье, я не помню. Ну, короче, не атлас. Нет. Я там такая будто беременная почему-то. Потому что там бант огромный. Нет, просто... Во-первых, что это за дорожка? Очень смешная дорожка из пуговиц. Повернись на камеру. Ну... И да, и нет. Без бланта. Вы принесете еще какие-нибудь варианты? Спасибо, Илья. Я не знаю. Мое сердце все равно лежит к блесткам и... Это же твое, Илья. Вот такое. Ну... Я ей говорю, что я думаю. А она пусть решает и думает, как ей хочется. Я же ей не приказываю. Единственное, нельзя было то с цветами. Вот это я прям против. А это, ну, как бы, если ты выберешь его, я только рада буду. Не, оно красивое, в принципе. Со всех ракурсов. Оно красивое, но это не у нее пальцы. Не твое? Кажется, я девочке надо было. В целом, атлас или атлас, я не знаю. Но для меня они не выигрышны для тебя. Да, да. Я говорила. Второй салон, девочки, невесты, в день два салона. Вам не надо это. Я не знаю. Нет, я не знаю, что я хочу. Вы говорите про расширки? Видите, здесь получается скучный плечик. Красиво. Ну да, попробуй стоит. А в той же серии, что вот было второе, которое нам все скучно, причем понравилось. Но здесь как раз снизу нет, кружу с цветами и другого цвета. Кажется, да. Ты где была? Я сейчас в комнате увидела, которая очень хорошая. Реально? Подожди. На камеру. Нет, ты снимай. Я не умею. Давайте. Давайте, давайте. Так, сейчас мы все девушки поправим. Немножко поглядим. Нет, поглядим. А, Карина. Какая хорошенькая. Не нравится. Мне тоже нравится. Оно такое, как будто бы я из 19 века еще полюбила. Очень красиво. Вот это вверх. Юбка неотпаренная, да? Да, юбка будет отпаренная, вся прямая. Будет не будет этих складочек. Оно за склады вообще новое. Мне очень нравится. Тут получается, где этот слой, он обычный, а не все блестяшки. Здесь два-три, даже с правой картином. Не все блестяшки, чтобы не были такими прям яркими. Они прикрыты, патином. Соответственно, тоже приятном. Уделенном освещении будет очень красиво сверкать. И на солнце, и в вечернем цвету. Покажите спину. Потом это было равно, но это упало. Это пока техническое же блёте. Мне нравится. Это Луция. Единоглаз. Нам было принято решение, что это пока что лучшее, что мы видели. Юля позвонила по видеосвязи с Славей. Ему надо что-то там найти. Ему говорят в том, что она в свадебном платье, а он не должен её видеть. Самое прикольное, что именно то платье, которое вероятность 90%, в итоге она выберет. Она именно в нём ему звонит. Так как Юле понравилось это платье больше всего, мы смотрим, как оно выглядит в вечернее время. И Юля сейчас будет с маме по видеосвязи звонить. Слушай, в вечерку она тоже прекрасна. Она вообще прекрасна. Ну, я думаю, ты выбрала. Осталось только рыбку выбрать. Второе платье. В смысле? Второе платье. Хорошо, можно не рыбку. Короткое тяжело найти. Я искала, я в трёх-четырёх салонах была. Ничего мне не подошло. Но у меня ноги немножко не такие, как у неё, конечно. Короткое я маленечко. А вот тоже коротенькие? Есть, да. Смотрите, какие щенята у нас родились. Это, правда, было месяц назад. В смысле месяц? Она же выставит это тоже. А, да. Ну, пусть посмотрят, как этот бусинга пытается вопить оболочко. Его язычок сладкий. Я его хочу, я его выбираю. Как его выбрать? Зарезервировать? Мне нравится здесь спина. Нравится, что спадают вот эти на руки. Нравится сам рисунок сверху. И то, как он градиентом переходит вниз. А внизу ничего лишнего. Да, и видишь, просто твою свадьбу. Варенье из-за того, что она и в Москве, и в таком месте. В принципе, там атмосфера такая. Типа, тебе хорошо было то, что она все расшита. А Юля, как бы, такое, там будет не в тему, а если она будет вся вот прямо на блестках. Да, потому что природа. Здесь они такие очень элегантные. То, что они под фатином. Их вроде видно, а вроде они не вписаются. Да, видите, ребятки, тут три слоя фатина. И здесь блестки. Мне очень нравится платье. Давай еще что-нибудь пометь на всякий случай. Да, на реверке можно взять это. Рыбки. Это точно, да. Вот она классная здесь. Вот такая есть. Здесь разрезают на ноге. Вот это суперкомфортный вариант. Вот такой блестящий сверху. Равно плечик с лямкой. Так. Я считаю, что нет. Тетя Мотя. Ну выкупь. А у вас будет? Нет. Даже... Даже... Ладно. Ну что делать дальше-то, я не знаю. Я думаю, что можно застолбить это платье. И покумекать еще, подумать. Может быть, в другой день приехать, посмотреть второй какой-то вариант. Я купила платье. У-у-у. И сейчас мы приехали во второй свадебный салон Идеал. Правда, мы сюда немножко опоздали. Мне нравится, что оно такого типа не белого цвета. Такая фея. На первую сторону лучше. А если там сделают тебе чашечки, то почему нет? Все, ребята. У нас сегодня закончился день примерок. Настя. Карина. Юля уже 4 бокала вина выпила. И Юля 4 бокала вина. А я за ролем. Да, сегодня девочки меня не поддержали. Они мне сейчас так сказали, типа, мы пить не будем. Я говорю, да мне какая радость. Ты сказала, что она хотела бы, но тогда бы она нас не отвезла. Да. Они меня не смогли поддержать. Меня это никак не задело. В общем, мы уже едем по домам. Итог на сегодня. Мы нашли одно платье, которое точно идеально классно нравится. Я его купила. И вот цена, Карин, сколько там? 126 тысяч. 126 тысяч стоит мое платье. Ой, не говори ровно. Они сейчас на сайте посмотрят. Скажи примерно. А на сайте сколько стоит? 126 тысяч. Логично. А, так у меня же это выйдет после свадьбы. Ты че? А, блин. Я еще не взяла фату и так далее, и так далее. Какие-то украшения, возможно. Там на голову, я не знаю, что там надо. Вот эти невестовские дела. Ну, надо. Надо. У меня уже подружка одна. Знаю, сейчас знаю, что надо. Короче, в любом случае, у нас будет еще один выезд, не знаю, какого числа, когда, но нужно это все в ближайшее время тоже решить, чтобы уже успокоиться, закрыть этот вопрос. И мне еще нужно будет приезжать обязательно на примерку, потому что вот это платье, которое сегодня я купила, оно на мне идеально село. Все как бы супер классно, по размеру подошло, но оно длинное, разумеется, потому что нам сегодня рассказали, что все платья делаются на рост 180, а у меня 168. Сегодня я, конечно, очень устала, оказывается, при мерке это так уморительно, ну, реально, утомляет. Нет, уморительно это смешно, утомительно. Я знаю, утомляет очень сильно. Это был прикол, брат. Юль, один салон в день максимум, ну, хорошо, два, но ты на втором, просто у тебя уже не будет существовать. А так вышло, что на втором мы приехали во второй, и я... Короче, там вот это платье, которое я мерила, там чашечка была очень маленькая для меня, для моего размера. И, ну, как бы, что-то, что хотелось бы скрыть, и тогда очень явно выходило наружу, ну, как-то сказать, видно было все. И я не могла сконцентрироваться на платье, потому что мне постоянно хотелось прикрыть, подержать, закрыть, подтянуть. И вторая примерка далась как-то сложнее, и как-то... Ты четыре платья всего померила, и то. Да. Было нормальным только одно. Ну да, но все равно надо было, чтобы понять. Ну, первое понравилось, да. Ну, мы думаем по поводу первого, если, как бы, в течение трех дней я решу, что я его хочу, то его перешьют под меня. Ну, новый там делают или перешьют, не знаю, сделают чашечки, которые мне подходят по размеру, и что-то там еще сделать. И мне надо будет еще туда приехать, чтобы они рост сделали, и так далее, и так далее. Ну, короче, геморрой, ой. Да, много всяких встреч. Это реально. И вот в такие моменты ты думаешь, блин. Но с другой стороны, в один день можно сразу два места заехать, вот эти вот моменты решить. Я могу с тобой поедать. И потом пойти покушать, вина попить. Ты сама уже поешь на такси. Понятно. Осталось вот три недельки до твоей сфории. Да, сегодня 8 июля, осталось три недели, поэтому за эту неделю мне нужно... Охренеть! За эту неделю мне нужно уже приехать в салоны для того, чтобы они уже подшили, ну, как бы, померили все под меня, чтобы начали подшивать, если что-то надо. В общем, я в шоке, но я уверена, все получится. Так что в следующий раз, когда мы встретимся, когда я поеду опять по свадебным, свадебным, палативным делам, не знаю, что это будет за день, но узнаем буквально через минуту. Часть 2 этого видео. Идем искать костюм жениху. Всем привет! Это продолжение моего видео. У меня будет такой влог. Сначала я ищу платье себе, потом ищу платье... Ой, извините, извините. Ищем... Что это за договорочек? Ищем костюм тебе, потом, возможно, я еду еще на какие-то там поиски, ты едешь на еще какие-то поиски. Все это будет в одном видео. А мне никаких поисков не надо, я просто себе выбираю смокинга. Смокинга. Ну да. Классические, черные, стандартные, без каких-то там приколов. В этом плане мужчинам проще. У нас вариантов там как бы... Ну, они есть, но они есть, но они как бы не так, чтобы прям супер там различаются. Или там, либо ты типа очень консервативен, либо ты супер творчески подходишь к выбору костюма. Но у нас все супер консервативно, по крайней мере, так я хочу. Да. Вот, ничего не выдумываем, ничего не выдумываем, не придумываем. Все. На этом точка. Смотрим черный смокинг, классические брюки черные. Может быть, сейчас там и... Может, туфли есть хорошие, посмотрим. В общем, нужен полный комплект, шикарный. А, ну и бабочка, конечно. У тебя будет бабочка? Ну, у меня есть бабочка, но я хочу посерьезнее. Я вижу, что у тебя будет именно бабочка, а бабочку и надо, да? Да. Сейчас посмотрим. Ну, надо... Надо мерить в любом случае. Я могу показать, что вам нравится, я вам не сделала. Костюмов, конечно, очень много. Даже, мне кажется, свадебных платьев столько не было в салоне, где была. Так интересно сейчас посмотреть на него красивого в костюме. А, ну, тогда приезжайте, когда вы видите, будет легче. Сука, бабочек. О, кресло как у нас дома. Да. Чисто домашний стайл. Да, он тебе очень велик. Прямо здоровый батя. Это 52-й? Не знаю, сейчас я больше посмотрю. Конечно, сейчас. 52-й. А ты 52-й забираешь? Ты уже похожа на человека? Ты на свадьбе побрить не будешь? Конечно. Слава богу. Я тоже. Так же. Да. У тебя так идет. Как красивый. Как бы тут жентльмен удачи. А жилетки только такие бывают? Ну, они разные. Просто как будто бы хочется, чтобы было больше видно. Надо и галстук примерить сразу, да? О, бабочку. Ой, так клево, такой красивый. Ну, тебе кажется, что у тебя в кармане-то что-то? Чек кармана? Вот, в кармане что-то. А, у меня здесь. Это чек? Ты с этой ложкой, как будто пингвин. Сторожки. Сторожки. Ну, постой в этом еще, покрутись. Как ты к алтарю упадешь? Вот так. Здесь она выглядит просто как-то более... Из какого-то другого века, типа? Да, более, типа, такого... Ну, поэтому я тебе и говорю, что она мне приглянула. Сейчас, через пару минут, прямо вот так. Вот, в принципе, можете, типа, если вдруг уже какая-то приглянулась, можете, в принципе, взять? Да, черную, наверное, да? Да, любую, да. Нам просто посмотреть какую-нибудь самую обычную. Вот, здесь черная, то вот. Она, правда, глянцевая, но, я думаю, если просто посмотрю... Нет, я не понимаю. Да. Чтобы образ какой-то составил. Вся мое сердце! Мне предыдущий больше понравился. Ну да, он такой более притальный. Притальный. Дальше, и нога, страна, и агро. А здесь вот нет, немножко больше. Похоже на 50. Да. Ну, сам воров тебе как? Я тебе говорю, у меня предыдущий больше понравился. Он прям круто выглядел, необычно. Это если говорить о том, что что-то необычное. Следи за движением, Майкл Джексон. Нифига, профессионал. Ну, тоже ничего, в принципе. Ну, у тебя как-то попа оттопырщивается. Что? Попа оттопырщивается. А, это из-за пиджаке... Пиджаке. Мне вот такой пиджак сзади не нравится. Он будет постоянно так оттопырщиваться. А это, наверное, из-за... Это как-то... Это всё расшитено. Ага. Ну, вот сзади не очень круто всё равно. Скажите, а как долго по времени это делают? А когда вам нужно? 1 августа свадьба. Да, сделаем. Ну, мы, может быть, сегодня не определимся. Просто понимать, сколько у нас есть времени на то, чтобы подумать. Ну, у нас будет как-то подводка делается, там, ну, за дверью делать. Потому что, как у меня, короче. Так, третья часть этого видео. Только что мы со Славой выбрали ему костюм, купили под наш ютё. Всё, на нём даже все эти мерки сняли, которые нужно. 25 июля костюм будет готов. Сегодня у нас 9 июля. И сейчас я еду за Кариной. И мы поедем в ещё один свадебный салон. Я сегодня прям записалась, потому что сегодня у нас отменилась встреча с нашим ведущим. Должна была быть. Но она как отменилась? Перенеслась. И я решила написать, узнать, есть ли свободная кошка сегодня померить платье. И оказалось, что есть. Единственное, что на 40 минут я опаздываю. Вот, но ничего не поделаешь. Славу там торопить как-то ещё что-то я не могла. Потому что сегодня у нас по плану была примерка для Славы. И когда уже всё закончилось, я ему сказала то, что типа срочно я сейчас уезжаю. Потому что, да. Вот, ехать полчаса с 3 до 5 есть окошко свободное. Поэтому надеюсь, что часа мне хватит. Я накрашена, всё в порядке. Не на таком марафете, как вчера. Но я поняла, что не на таком уж сильном марафете мне и надо быть. Потому что волосы я могу и не накручивать. Потому что у меня планируется пучок. Сейчас я заеду за Кариной. И потом за 15 минут до приезда в свадебный салон мы напишем Насте Фет. Она там недалеко живёт. Она туда подойдёт тоже. И с нами побудет где-то, не знаю сколько, полчасика. Потому что у неё потом съёмка. Третий салон, в который мы приехали за весь этот свадебный переболох. Да, оно неплохое. То есть я у меня чувствую себя дорого, знаешь? Дорого. Дорого, дорого, дорого. На груди нет этой штуки, да? На груди нет этой марли. Есть. Есть, но она... Ай, я вообще не видела рекол. А что это за обансики феи в заднем? Мы можем съездить. А мне нравится. У меня такое было, когда я была с гостями снежинки в саду. Да не, они нормально смотрятся, на мой взгляд. Мне кажется, это необычное. Классное? Вообще да. Оно необычное. То есть если... Ты прикол, что оно вроде обычное, но оно необычное. И что мне нравится, то, что здесь вот так вот пояс. Сетка прикольная. И со спиной класс. А у вас будет? Да. Можно в длинный покупение сном? Давайте. Нам эту набору самый лучший. Ну-ка, а что за качество? Не понимаю. Шелк. Силк. Не, оно мне нравится тем, что оно... Оно тоже подходит под природу, как феечка, но при этом оно не такое заезженное, как предыдущее. Да, да. Из которых феечковые. Я чувствую себя очень стильное. Да, так оно и есть. Прям вообще. Ну да. Ну да, да, неплохо. Хороший салон. Вообще, посмотрите, как здесь красиво. Тут диванчики такие кожаные. Зеркал полно. Есть даже место для того, чтобы люди могли посидеть и выпить чай, кофе. Очень красиво. Я здесь тоже мерила платье, но в итоге меньше. Здесь ничего не подошло. А Юле вот нравится. Ну-ка, дай потрогать. Ой, оно такое приятное. Очень приятное. Настушка с нами. Она тяжелая, может, по-другому. Такая красивая. Ой, ну змея, змея. Ужас. Так холодная. Да не, ну ты чё, блин? Не, это не мой вариант. Я рукава сразу. Ну а чё тогда меряешь? Сейчас люди подумают, что я... Это токсичная. Следующий лот вместо второго платья. Точнее, я думаю, у тебя будет вообще-то три платья, мне так кажется, почему-то всё-таки. Да, я такая шикарная в этих платьях. Потому что первое у неё должно быть шикарное, которое она уже купила. Второе должно быть очень лесное, такая феечка. Как то, что она мерила вчера во втором салоне. Но просто мы хотим подобрать более роскошный вариант всё равно. Здесь есть лесные нотки. Да, здесь есть лесные нотки. Оно тоже как будто ты феечка Динь-Динь. Но вот то, что ты мерила, которое нам всем понравилось очень, оно лучше. И зачем тебе два платья с блёстками? Да. Лучше тогда первое оставить такой без блёсток, а второе сделать уже с... Ну вот, который ты купила, соответственно. Мы его, я надеюсь, не поменяем. Паузинг. Чё скажешь? Скажу, что это будет очень красиво. Ты же понимаешь, что не можешь выбрать все платья в этом мире? Не понимаю. Это будет очень красиво, но первое платье, которое я здесь поверила... Ой, я сейчас снимаю криво. Первое платье, которое я здесь поверила, ну просто идеальное дело. Ну типа, вот я такого прям... Я в нём такая прям дорогая, знаешь, прям... Юля знак дорожный. Очень блестит, отражается. Ну, если выбирать между первым, которое тебе очень сильно понравилось, и вот этим, то лучше. Я без головы вас не... Ну, она красивая, мне нравится. Вот это типа того, только в сто раз лучше. Ну да, вообще оно лучше. Но лучше, конечно, то, которое ты первая померила. Ну да, если на бонусе еще только взять. Да. Ну, она правда красивая тоже очень. Ну, она у меня немножко великовато встает. У тебя есть две недели, чтобы потолстеть. Не, оно мне очень нравится, да, вот здесь... Не, знаешь, смотрю на него и понимаю, что вчерашнее платье точно не надо брать, потому что там странные костяшки. А здесь как бы, даже если просто выбирать из двух, Ну, здесь как бы поинтереснее рисунок будет. Она померила его еще раз, чтобы убедиться, что она его хочет. Но у тебя, получается, два платья достаточно объемных. Хотя они разные, это более элегантное. А то более праздничное. Мне нравится, как оно спины и том же. Знаешь, будто бы нет ничего лишнего, даже вот эти... Ну, здесь уместно будет или нет распущенные волосы? Ну, да, лучше собранные, конечно. Ну, да, конечно. Да, собранные. Ну, и вот хорошо. Мне кажется, должно быть третье платье. Ну, либо в него же можно влезть после того, как она... Ну, можно два оставить. Если тебе удобно в нем. Все, это тяжело, спасибо, если все заходят в нем. Все, пока. Просто если ты купишь платье, ты не успешно осладиться этими двумя. Нет. У тебя же вечеринка до 11. Вечеринка до 11. Ну, я то... Ну, в принципе, да. Если тебе будет комфортно, просто когда ты уже вечером хочешь поколбаситься под диджея, конечно, приятнее, когда у тебя нету огромного вот этого. Тем более, вдруг будет жарко. Да, мне однозначно нравится это платье. Но у тебя два пышных. Ты должна это понимать. И что? Ничего. Просто посмотри. Давай померим рыбку. Ну, и подрались. Ну, хотя бы. Ну, я очень не знаю. Просто настроение после этого. Ты понимаешь, для чего мне ту же рыбку, например, как выбрать платье, в котором я уже тусить буду. Если мне в этом будет намного комфортнее, то рыбки вообще не можно. Это мне вообще... Я тусила, мне нормально было. У тебя оно было не расшитое, насколько я помню, типа, пкань просто. И в нем было... Блестящее, да. Ну, да, в нем можно было много, понимаешь, ну, что делать. Да. Как бы расшито, невозможно. А что для меня тусило? Вот так. Пожалуйста. Итак, тебя можно поздравить со вторым платьем. Два дня примерки, два платья уже в кармане. Шок. И сегодня еще Слава выбрал себе и купил костюм. Ну, и нормальный. А вы говорите, не успеем. Да, все, мы знакомы уже. Провольно и обоюдно. Жених, прошу ответить вас. Невеса, прошу ответить вас. Гости, подержите. Гости, подержите. Гости, подержите. Гости, подержите. Субтитры сделал DimaTorzok